Знаем, кого выбираем, говорят жители поселка Шмидта. На предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия», они сделали свой выбор в числе первых. Варвара Чочиева уверена, благодаря тому, что теперь своих будущих депутатов жители знают лично, а не только в лицо, жизнь наладится быстрее. Это наш поселок, хочется, чтобы он выглядел намного лучше, чтобы для детей что-то делалось, ну и для нас тоже, для жителей поселка. Потому что не безразлично к жизни поселку. Все кандидаты – это все наши люди, которых мы лично, я вот знаю давно, очень много лет. С 1986 года знаю. С некоторыми я работала, общалась. Людей надо знать близко, не вот она расстояние, а близко знать их дела, что они могут, их возможности, что они могут, как они это выполняют, свои обещания. Благоустройство дворов, новые детские площадки. Чтобы проголосовать за обновление района, на пикет на пересечении улиц Урицкого и Аксакова жители шли с самого утра. Местная активистка Антонина Касимцева уверена, никто не останется в стороне. Знаю этих людей, встречались мы с ними, они приходили к нам, обсуждали все вопросы. Ну, в общем, наш дом и наши ближайшие дома, они все будут голосовать обязательно. Куйбышевский и Железнодорожный стали первыми из девяти районов Самары, где пройдет предварительное народное голосование. До 26 июня пикеты будут работать в каждом районе города по три дня. По итогам голосования определятся победители, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Это человек, который здесь проживает, который здесь находится 24 часа в сутки, человек, которого лично все здесь знают, которому бегут всегда за помощью. Такие в будущем депутаты, я надеюсь, они могут представлять интересы. И понимая всю локальную повестку той территории, на которой они проживают, несмотря на то, что у нас городской округ Самара, но город очень большой. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвуют порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей в городской думе будут 284 депутата. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.